Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию Аудио Учебники География. 9 класс. Рельеф Европы. Европа – часть света, расположенная на западе Евразии. Регионы Европы по рельефу, значительно отличаются друг от друга. В Северной Европе, вдоль всего скандинавского полуострова, тьянутся, древние скандинавские горы. Горы эти невысокие, самая высокая вершина – гора Гольфюпиген. 2469 метров. В эпоху последнего оледенения. 20 тысяч лет назад, скандинавский полуостров оказался покрыт ледником. Сейчас. На этих территориях, ледника нет, но широко распространены, формы рельефа, возникшие благодаря ему. Это моряные холмы и гряды, троговые долины. После тайния ледника, уровень океана поднялся, и многие прибрежные долины, были затоплены. Долины превратились в заливы. Эти узкие, и глубокие заливы называют фьордами. Для рельефа Центральной Европы характерны в основном равнины. Самая обширная из них – это германо-польская низменность. На Атлантическом побережье Центральной Европы происходит тектоническое опускание суши. Опускание сопровождается затоплением прибрежных территорий. Для того, чтобы не допустить затопления, жители прибрежных стран строят дамбы, откачивают морскую воду и создают антропогенные равнины. В Центральной Европе расположены молодые высокие горы – Альпы, Карпаты, Судеты. Некоторые из них, например, Альпы и Карпаты, имеют дугообразную форму. Эти горы образовались в результате столкновений африканской и евразийской литосферных плит. Горы Средней Европы отличаются от древних гор Северной Европы большей высотой – острыми, пикообразными, вершинами и крутыми склонами. Вершины выше 3500 метров, в том числе и самая высокая вершина Альп – гора Монт-Блан. В странах, где находятся Альпы, Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, созданы горные курорты, функционирующие как летом, так и зимой. Эти курорты пользуются большой популярностью у любителей зимних видов спорта и приносят большой доход экономики данных стран. Однако сейсмическая активность в горных местностях приводит к частому сходу снежных лавин, что отрицательно сказывается на хозяйстве этих стран. Туризм – одна из основных сфер экономики Швейцарии и Австрии. Эти страны имеют богатые рекреационные ресурсы. Рекреационные ресурсы – ресурсы, которые используют для отдыха, туризма и лечения. В 2014 году туризм пополнил бюджет Австрии на 44,5 миллиарда Швейцарии, на 44,1 миллиарда евро. Развитие туризма способствует открытию большого количества рабочих мест. В Австрии каждый десятый человек работает в сфере, связанной с туризмом. Южная Европа охватывает северное побережье Средиземного моря. По сравнению со Средней Европой ее береговая линия сильно изрезана. Рельеф полуостровов и островов здесь в основном горный. Расположенные на Пиренейском, Апеннинском, Балканском полуостровах горы характеризуются интенсивными тектоническими и сейсмическими процессами. Здесь находятся такие действующие вулканы, как Этна – Везувий. На Балканском полуострове расположено плато Карст, покрытое преимущественно известняками. Эти породы подвергаются интенсивному размыванию. И в них формируются карстовые формы рельефа, в том числе карстовые пещеры. В Восточной Европе обширная Восточно-Европейская равнина протянулась до Уральских гор. На севере этой равнины распространены ледниковые формы рельефа. На Восточно-Европейской равнине находится Украина, Беларусь и европейская часть России. Восточно-Европейская равнина – одна из наиболее заселенных территорий. Здесь расположены такие крупные промышленные города, как Москва, Санкт-Петербург, Киев. На юге Восточно-Европейской равнины протянулись молодые горные системы – Крымские горы. И горы Кавказа. Вершина Эльбрус – 5642 метра. Кавказские горы включают в себя горы Большого и Малого Кавказа. Они расположены между Черным и Каспийским морями. Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху в вашем самообразовании. Аудио-учебники Уважаемые зрители! Если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!